всем привет с вами канал art money и сегодня у нас видео обзор покупок из магазина светофор glamart и метида и давайте начнем светофора здесь у меня уже стоят чипсы на их был уже обзор они мне очень нравится очень вкусный 121 рубль за 500 грамм по моему там до 500 грамм и сегодня еще я купила машмелло называется сладкий снег тоже где-то 120 рублей по моему до этого была предыдущий у нас продавались пухлый кролик но у меня почему-то от него очень сильно спать хочется там целых 600 грамм не знаю посмотрим будет отдельный обзор на них посмотрим как я себя буду чувствовать также купила вот такой вот гранатовый сок честно фигня не покупайте остается после вкусе гнилого граната какого-то ну какой-то такой знаете привкус не очень вроде сначала граната потом как как-то вот это ну потихоньку допиваем допиваем потихонечку я продукты не выбрасываю вроде так на четный вкус ну так средний если там кто-нибудь из вас когда-нибудь в жизни пробовал настоящий гранатовый сок тогда вы поймете если вы ни разу не пробовали то может быть и не заметите особо так и также я купила такой вот несколько здесь килограмм целый стоит 200 рублей посмотрела специально вообще бывает ли такие ныскли нысквики бывают яндекс маркете стоит 500 рублей светофоре 200 решила взять будем открывать пробовать вместе с вами поэтому подписывайтесь на канал митиде я взяла такие книжки мы уже целую коллекцию их собрали очень шикарные просто книжки именно от автора горина то есть вот текст горина который по-моему там надо придумать их вот они сколько их много такие вот у нас уже почти все есть вот остались только вот прям вот чуть-чуть совсем очень интересно очень красиво интересно описано все такими словами приятными приятно читать и картинки там тоже такие очень интересные красивые вышло красивые ваша красочной и текстами так много очень интересной книжки вот приключение щенка приключения вессионка вот тут также этот shouted списка приключения слонёнка боичкум калинелundo первая нас было олененка это очень интересная пазался жеребёнка каквенка волчонка котенкова чинка медвежонка. Ну, вот осталось прям нам чуть-чуть уже докупить, и будет полная коллекция. По цене они стоили 61 рубль за книжку. А сейчас вот... А, нет, еще здесь 61. А какую-то я за 60 видела. Наверное, щенка. И вот такие вот. Они тоже тот же самый. Автор тоже очень интересные. На полюсе, на реке. Вот они. Тоже гуряные. Вот какие бывают. Тоже очень интересные. Прям книжки обалденные. Вот они. Ну, здесь уже глянцевые. А, здесь, ну, нету. Вот они. Ну, классные книги. Просто вот даже взять чисто вот самой, почитать, очень интересно. Так, так же я взяла клеевой пистолет. Давно о нем уже мечтала, думала. Стоил он 591 рубль, плюс, вернее, минус 20% скидка. И вот он все клеит. Тоже на него будет отдельный обзор. Посмотрим. Сказали, что работает. Но нужно вскрыть упаковку так, чтобы они могли потом продать. В случае чего. Не знаю, как это сделать, но я догадываюсь. И так же вот к нему купила последний, вернее, даже забрала стержень. Поскольку он у меня широкий, то есть стержень тоже широкий. Сейчас я уже вот думаю, может, я взря взяла широкий. Надо было поменьше взять. Буду ли я им вообще пользоваться или нет. Так, так же я зашла в моде. Купила там за 200 рублей такие вот ушки. Давно уже мечтала. А, не ту страну. Во! Ну, конечно, ушки немножечко маловатенькие. Она довольно такая вот мягенькая, хорошенькая. Так, в Галамарте я купила вот такие вот чашечки. Это нам с ребёнком. Если в больницу попадём, мы будем оттуда суп кушать. Ещё осталось докупить две тарелки для второго блюда. Ну, с ребёнком бывает такое. Попадаешь, конечно, в больницу. Поэтому нужно быть запасным. Здесь 500 мл. Ну, кстати, очень классные. Они такие жёсткие. И стоили рублей 18, что ли, всего. Скидки там были. Вот. И так же я купила, наконец-то, бутылочку для воды. И давно мечтала. У меня их две. Дима свою уже забрал. Не выдержала. Ладно. Вот так покажу. Она нежно-фиолетового цвета. На неё будет отдельный обзор. Но они очень классные. Очень-очень стоили. 136 рублей. Вот. Вот такой у нас с вами был обзор на покупки. Подписывайтесь. Смотрите, наверное, другие обзоры. И с вами был канал Артмания. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok